Если брать все остальные средства бронебактериальных, выяснить, что бактерии это пигмени. Вот если я в масштабе рисую среднюю бактерию и среднюю эукариотическую, то это очень маленькая. Если вот эта бактерия, то вот эта средняя эукариотика. Линейные размеры в среднем в 10 раз больше. Если линейные размеры больше в 10 раз, то объема. Сотни. Сотни. Сотни или тысячи. Сотни. Тысячи. Это объем, это кубичство. 10 на 10 на 10. Тысяча раз больше. А вот теперь мы поиграем первый кубик. 1 сантиметр. Чему равна площадь поверхности этого кубика? 1 сантиметр. 1 сантиметр. В области. 6 сантиметров каких? Квадратно. Квадратно. Итак, площадь поверхности 6 сантиметров квадратно. Объем кубика? 1 сантиметр. 1 сантиметр кубический. Берем кубик. Итак, у него 10 сантиметров. Почему равна площадь поверхности этого кубика? 600 сантиметров квадратно. 600 сантиметров квадратно. 3 сантиметра. 3 сантиметра. Объем? 1 сантиметр. 1000 сантиметров кубический. Или 1 сантиметр. 1 сантиметр. Да, можно так сказать. 1 литр. 1 литр. Все эти три понятия, на самом деле, синонима. Ну и, наконец, берем большой куб. Я его тут кусочком вот здесь нарисую. Вот такой дорогой. 2 сантиметра. Вопрос. Чему равна площадь поверхности? 60 тысяч сантиметров квадратно. 60 тысяч сантиметров квадратно. 1 миллион сантиметров квадратно. Кубический метр. 300. Посмотрите на вот эту последовательность. И попробуйте вывести некоторую закономерность, касающуюся площади поверхности и объема в зависимости от линейных размеров. Кто может попробовать сформулировать некоторую закономерность, метр. Касающаяся соотношения площади поверхности и объема тел при изменении их линейных размеров. Ребят, вот оно, на доске перед вами. Попробуйте выделить важную вещь. Мы меняем линейный размер тела. В зависимости от этого изменяется площадь поверхности тела и изменяется объем тела. Вопрос, какие здесь закономерности, вот, грубо говоря, на доске написаны. Задачка сформулировать словами. Ну, если это верная формулировочка, но тогда бы недостаточно было написать только две строчки, а я зачем-то три взял. Вы сформулировали закономерность для частного слушания. А в общем, и так, частная формулировка надо предложить, да? А вот теперь общая формулировка. Ребят, возведение чисел в степени. Вот есть такая математическая операция – возведение в степени. Прошу вас, с вашим кубоматом. На площади числа данных, возможно, вы понимаете, даже на 6. А объема числа данных, возможно, по-моему, в третьей серии. Скажите, пожалуйста, какая функция будет возрастать быстрее? Такая скорость возрастания функции, понимаете? Ну, какой ряд чисел будет увеличиваться в большем степени? Квадратная зависимость или кубическая? Кубическая. Кубическая. Говоря совсем просто по-русски, при увеличении размеров тела, что возрастает быстрее? Площадь поверхности или объем тела? Объем тела. Потому что объем будет возрастать в кубе, а площадь и поверхности? Квадратная. Квадратная. При этом важно, какой формы тела? Большая. Абсолютно не важно. Почему я взял кубер? У него все эти величины очень просто посчитать. А можно взять грушу. Маленькая груша, средняя груша и большая груша. Закономерность от этого куда-нибудь денется? Нет. Нет. Другой дело, что точные числа очень сложно высчитать. А закономерность останется на месте. Итак. На каждую единицу объема, внимание, это следующая задача. Берем единицу объема, равную один сантиметр кубический. Скажите, пожалуйста, какая доля поверхности на каждый кубический сантиметр будет приходиться в первом, втором и третьем случае? Какая доля поверхности будет приходиться на каждый кубический сантиметр в этих трех случаях? Зачем я вас научу математикой на нашем курсе? Ребята, это одно из самых важных соотношений биологии. В это соотношение столько разных законов биологических упирается, что вы себя пока что даже представить не можете. И первое важнейшее мы прямо сегодня выберем, касается всех бактерий. Итак, вопрос. Какая доля, какая площадочка на поверхности тела приходится на один кубический сантиметр в первом, втором и третьем случае? На каждый кубический сантиметр объема какая площадка поверхности приходится в первом случае? Один сантиметр кубический – это величина объема или поверхности? А я вас спрашиваю, на этом кубическому сантиметру какая часть поверхности чебура соответствует? Майя, скажите, пожалуйста, какая часть вашей кожи соответствует всему вашему телу? Вот так. Всему вашему телу, объемом всего вашего тела соответствует вся площадь вашей кожи. Вы берете все тело, да? Все тело целиком? Угу. А я вас спрашиваю, этому объему какая площадь внешней поверхности соответствует? Да вся. Вся. Отлично. У нас есть один сантиметр кубический. Чему равен объем этого верхнего кубика? Один сантиметр кубический. Один сантиметр кубический. Это весь объем тела. Значит, не могут соответствовать вся площадь поверхности. Теперь. А один сантиметр кубический возле этого кубика – это весь объем или не весь объем? Нет, не весь объем. Нет, это только не весь объем. Да, три сантиметра квадратных. А теперь, как ответить на вопрос, какая площадь поверхности будет соответствовать кубическому сантиметру во втором случае? Итак, в первом случае, на каждый кубический сантиметр приходится 6 квадратных сантиметров. Во втором случае, вот здесь. Вот в этом кубике, да? Есть ли там внутри кубики, у которых вообще ни одна грань на поверхность не выходит? Есть. Есть, конечно, причем их много слоев. У кубика, который лежит вот здесь, вот, да, сколько граней выходит на поверхность? Две. Две. Один на переднюю, второй на нижнюю. Можно ли найти кубики, у которых три грани выходит на поверхность? Да, да. Да, вот здесь, у кубового. Сиеки. Ну, вот это и вот это. Ага. Так скажи, пожалуйста, в среднем, каждому кубику, каждому кубическому сантиметру, в среднем, какая площадь стеночки будет соответствовать? Одной сеткой. У кубика сколько стеночек? Площадь поверхность. Один на метр. Угу. Пробуйте. Три сантиметра в воду. Задача решается элементарнейшим образом. Не просто, а очень просто. Разумеется. Как получить решение? А вот вам написано. У вас на тысячу какая площадь поверхности приходится? 600. А это значит, на каждый кубический сантиметр сколько приходится? Ребята, вы не можете разделить 600 на 1000, да? С магнитической точки зрения задача неразрешима, да? Сколько число на таких? На 6. 60. 0,6. 0,6 сантиметра квадратного на каждый сантиметр кубический. Вопрос в том, что доля таких кубиков возросла. Тех, которые внутри и вообще не касаются поверхности, или тех, которые выходят на поверхность? И тех, кто других. И тех, кто других. Но одинаковые и сильно. Тех, которые внутри и сильнее. Ну, конечно, сильнее. Там три оси. А для поверхности только две оси. Это какая, какой участок площади поверхности соответствует каждому публическому сантиметру? Взять тысяч, разделил миллион. 600. 600. 600. Почему это настолько важно для биологии? Берем простейший случай одноклепничного организма. Скажите, пожалуйста, потребление веществ, так называемых, любимых вами термин, питательные вещества. Потребление веществ будет происходить на поверхности клетки или во всем объеме клетки? Конечно, во всем объеме. Потребление веществ в объеме клетки. А попадание новых веществ в клетку будет происходить через весь объем клетки или через площадь полиции? Вопрос. Берем две клетки. Одна клетка вот такая, вторая клетка вот такая. Помещаем их в бульон с равной концентрацией питательных вещей. Вопрос. Какая клетка быстрее наестся? Почему именно она быстрее наестся? И во сколько раз быстрее она наестся? Маленькая быстрее. Маленькая быстрее. Чистый миф. Чистый миф. Берем двух живых существ. Берем слона и мыши. В расчете на каждый грамм тела. Подчеркиваю, в расчете на каждый грамм тела. Кому надо больше еды? Слону или мышь? Слону. Конечно, мыши примерно в тысячу раз больше, чем слону. Мыши? Конечно. В расчете на каждый грамм веса. Вот, ребята, еще раз говорю. Ваше поколение не умеет говорить на вашем родном языке и не умеет понимать правду на этом языке. А вы скажете, в тысячу раз больше или меньше? Каждой мыши, конечно, больше. На каждый грамм веса. Потребность еды на каждый грамм веса. Сколько весит мыши? Сколько. Делограмм мыши? Сто грамм. Сто грамм мыши? Сто грамм мыши? Десят грамм. Двадцать пять грамм – это же такая матерая мышь, да? Ну хорошо, ладно, что можно просчитать, что я пятьдесят. Ладно. Итак, пятьдесят грамм веществом. Сколько весит слон? Пять тонн. Пять тонн. Пять тонн переведите в грамм. Мы расчет ведет на каждое. Пять миллионов к километрах. Пять миллионов. Пять миллионов в грамм. К каждому кусочку тела живого существа нужны питательные вещества. В каждом случае, в каждом случае. Но чем мышь отличается от слона? Вот она мышь, вот она. Большая часть энергии, которая поглощена живым существом, пойдет на строительство тела или на энергообмен. В десятки раз больше уйдет на энергообмен. Смотрим, у кого энергетика выгоднее, у слона или у мыши? Выше. На каждую единицу объема, она маленькая. Приходится большая единица площадь или маленькая? Идите на перемену, храните эти мозги как следует. Цифры выписаны перед вами на доске.